В этом году 20 телекомпаний изъявили желание поучаствовать в самом старейшем конкурсе «Братины» – телерепортаж с колес. Ранним солнечным утром автобус с «Братинчиками» выехал из пансионата Левкова. Прямо на колесах невыспавшиеся участники конкурса договаривались о предстоящих съемках. В 9 утра автобус подъехал к зданию «Тонуса». Да, уже определились с темой, будем ждать сейчас героиню. Мы договорились, позвонили, и буквально через час она к нам подойдет. Так что будем снимать. Фестиваль «Братины» давно перерос в рамки Подмосковья. В этом году к смотру телевизионных кампаний присоединился город Севастополь. В конкурсе не участвовала, а репортаж с колес – такое обычное дело для журналиста. Уже с темой определились? Определились, но мы не скажем, потому что это будет сюрприз для жителей Сергиева Посада. Мы хотим сначала пообщаться с жителями города, чтобы понять, что им интересно, наверное, увидеть. Участники репортажа с колес разошлись по разным уголкам Сергиева Посада снимать свои двухминутные сюжеты, чтобы через два часа встретиться на «Тонусе». Ведь сюжет надо не только снять, но и смонтировать. С отснятым материалом первым на «Тонусе» появилась съемочная группа телекомпании «Комсета» Ступина. У нас был свой план по съемке сюжета. Мы обдумывали его, но когда пошли снимать, оказалось, что переиграла за нас судьба. Мимо этой женщины идут тысячи людей, но никто с ней не поговорит и не узнает о ее судьбе. То есть, что заставляет ее стоять на холоде и заниматься каким-то мастерством, каким-то творчеством. По условиям конкурса тема репортажа должна быть связана с Сергиевом Посадом. В хронометрах сюжета не более двух минут. В репортаже обязательно должен присутствовать стендап. На монтаж отснятого видео дается ровно час. К полудню на «Тонусе» не осталось свободного уголка. Тема нашего репортажа – это почтальон, который пишет гимн Подмосковья. Он живет в вашем городе, в Сергиев Посаде. Пришлось немножечко мониторить во всемирной паутине. Узнали информацию, и он там не лидирует, но все равно в первой десятке.